Скачивайте приложение Мегамаркет и покупайте со скидками. Например, стиральный порошок Bimax Color для цветного белья всего за 599 рублей. Мегамаркет! Привет, друзья! Осень и зима, время для уютных и теплых рецептов. Сегодня готовим пирожки. Я сегодня буду готовить одни из моих любимых пирожков, пирожки с ливером. Но, разумеется, начинка может быть по вашему вкусу. Все основные особенности приготовления пирожков, это, конечно же, тесто. С него мы и начнем. Здесь у меня пшеничная мука, с которой мы и начинаем замес. А для вашего удобства, как всегда, все пропорции, ингредиенты и граммовки будут в описании под этим видео. В муке добавляю сахарный песок, сухие дрожжи, соль, яйца и молоко. Молоко обязательно должно быть комнатной температуры или даже чуть теплее. Если хотите, можете подогреть его в микроволновке буквально 30 секунд. Замешивать можно руками, но можно воспользоваться и стамесом. Вымешиваем 3-4 минутки, пока тесто не объединится в однородный комок. Когда тесто объединилось, добавляем к нему сливочное масло. Я его порезал на небольшие кубики и также довел до комнатной температуры. И продолжаем замешивать до тех пор, пока сливочное масло полностью не войдет в тесто. Именно благодаря этому тесто получается очень пышным, нежным и долго не черствеет. И по итогу мы с вами получаем, не побоюсь этого слова, лучшее тесто для пирожков. Нужно подформировать его еще немного руками, после чего оставить подходить. Примерно на 2-2,5 часа, в зависимости от температуры в комнате, в которой тесто подходит. Если тепло, тесто подходит чуть быстрее. Если в комнате прохладно, соответственно, процесс брожения проходит медленно. Достаем тесто. Тесто не липнет ни к доске, ни к рукам. Очень мягкое и приятное в работе. Подкручиваем края внутрь. Подкатываем. И убираю обратно в дежу. Закрываю пищевой пленкой, чтобы тесто не заветривалось. И в таком состоянии оставляю его подходить. Теперь у нас с вами есть время заняться начинкой. Конечно, начинку можно приготовить и с вечера. Так вы просто облегчите себе работу на текущий день, день, когда вы готовите пирожки. Но, если такой возможности не было, то 2 часа вполне достаточно, чтобы приготовить большинство начинок. Как я и говорил, сегодня готовим начинку из ливера. Здесь все максимально просто. Репчатый лук. На сковородку наливаем небольшое количество подсолнечного масла. И начинаем пассеровать лук до светло-карамельного оттенка. Вот так. И к такому зажаристому аппетитному луку отправляем куриную печень. Я не люблю ее пересушивать, поэтому готовлю ее достаточно быстро. В конце концов, еще и в пирожках начинка будет проходить нагрев. Если вы за что-то переживаете, то там она точно доготовится. В печени сразу можно добавить немного соли и молотого черного перца. Но, если переживаете, добавляйте меньше. Потом фарш уже попробуйте и доведете до вкуса полностью. Но для того, чтобы начинка получилась еще более сливочной и вкусной, я отправлю это небольшой кусочек сливочного масла. И в общей сложности после этого момента куриная печень готовится 15, ну максимум 20 минут. Все. Печенка готова. Как я и говорил, пересушивать я ее не буду. Выключаем нагрев. Даем ей немножко остыть. После чего будем пропускать через мясорубку. И мне нравится добавлять в начинке еще и вареные яйца. Пару штук будет вполне достаточно. И, разумеется, все хорошо перемешать. Если нужно, немножко пробуйте начинку. Добавляйте соль, перец или даже сахар по вкусу. Как паштетик. А у нас тем временем подошло тесто, и мы можем переходить к следующему этапу. Посмотрите, какой колобок. Вы меня знаете, я всегда заточенюсь, поэтому тесто и начинку я тоже всегда делю по весам. Но, разумеется, мне постоянно пишут, что на пирожки тесто через весы зачем лепим, как лепим. Пожалуйста. По моему количеству теста и начинки у меня получается ровно 20 пирожков. Ни больше, ни меньше. Поэтому я всегда уверен, сколько людей я смогу накормить и угостить. Поэтому перекладываю тесто на доску, делю его на порционные кусочки и формирую в аккуратные маленькие шарики. Берем тесто, подминаем края. И подкатываем вот в такой небольшой шарик. Подмяли. Подкрутили. И держим тесто под полотенцем, чтобы оно не заветривалось. Таким образом мы получаем с вами ровно 20 кусочков теста на пирожки и ровно 20 порций начинки. Согласитесь, очень удобные пропорции. Конечно, это мои предпочтения. Я люблю пирожки, которые буквально на один-на два укуса. Такие небольшие, но при этом, как вы понимаете, у меня 22 грамма теста, 25 грамм начинки. То есть на выходе у нас пирожок будет нормальный, полноценный, где начинки больше, чем тесто. Но если вам нравятся пироги побольше, то, разумеется, вы можете делать, соответственно, заготовку теста больше, заготовку начинки больше. В общем, играться с размерами, которые вам нравятся. Все, на что это повлияет, это немножко увеличится время выпечки ваших пирогов в духовке. Ну, а мы начинаем формировать. Как я говорил, тесто замечательное. Оно практически не липнет. С ним легко и удобно работать. Раскатываю заготовку в небольшой круг. В центр выкладываю начинку. И аккуратно защипываем края. Прищипывайте хорошо, чтобы во время выпечки и расстойки тесто не разошлось. Переворачиваем на шов и слегка придавливаем пирожок. Такие замечательные, маленькие и аккуратные они получаются. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком на небольшом расстоянии друг от друга. Примерно хотя бы в половину их объема, потому что во время расстойки выпечки они еще увеличатся. То же самое проделываем со всеми остальными заготовками. Ровно 20 аккуратных дружочков пирожочков у нас с вами получилось. Противень у меня 30 на 40, ну в принципе стандартный для всех духовок, поэтому вот раскладка на один противень. Сейчас нам нужно оставить пирожки для того, чтобы они подошли еще раз. Накрываем их полотенце, мы оставляем в комнатных условиях на 40-50 минут. Для того, чтобы они надулись, стали более пышными. В этот момент мы уже можем начинать разогревать духовку. Температура нам понадобится 180 градусов, нагрев вверх и вниз. Накрываем пирожки и разогреваем духовку. Для вас через одну секунду, для меня через 40 минут встречаемся на этом же месте. Ну что, я успел посмотреть серию сериала «Пирожки подошли». Вот такие красавцы. Они заметно увеличились в объеме, и их можно отправлять в духовку. Но прежде всего их нужно покрыть глазурью для того, чтобы корочка получилась румяная и красивая. Яйцо и молоко нужно смешать. Сбалтываю яйцо вилкой и подливаю небольшое количество молока. Для того, чтобы во время смазывания за кисточкой не тянулись никакие яичные нити, лучше всего процедить через сито. И теперь аккуратно со всех сторон покрываем наши пирожки яичной глазурью. И отправляем пирожки в разогретую до 180 градусов духовку на 13-15 минут. Это я говорю про размер пирожков, как у меня. Если они у вас больше, то времени может на пару минут потребоваться больше. Соответственно, нагрев вверх-вниз, если у вас есть режим конвекции, то в конце, буквально за 2 минутки до самого конца, можно включить ее для того, чтобы корочка была более румяной и равномерной. Нам остается ждать. Готовы. С пылу с жаром, ароматные, румяные и очень-очень вкусные. Дадим им немножко остыть, после чего обязательно снимем дегустацию. Вот так, друзья, без каких-либо трудностей получаются вкусные, ароматные домашние пирожки. Если рецепт вам понравился, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и делиться этим рецептом с вашими друзьями в ваших социальных сетях. Это очень помогает в продвижении наших видео. Ну а свои фотографии и отзывы представить нам в группу ВКонтакте или в Телеграм. Всегда рад. Давайте попробуем. Только посмотрите, какое нежное и мягкое тесто. Пирожки просто воздушные. Внутри много начинки. Все как я люблю. Махундешь. КОНЕЦ! Субтитры сделал DimaTorzok